Порядка ста квадратных метров разбитого стекла, повреждённые растения и ущерб, который исчисляется сотнями тысяч гривен. Это последствия, разбушевавшиеся в областном центре стихии для Запорожского городского детского ботанического сада. На месте локальной катастрофы были и наши журналисты. Вчерашнее утро для сотрудников Запорожского городского ботанического сада стало настоящей трагедией, рассказывают очевидцы последствий, бушевавшие накануне бури. Пострадали практически все теплицы и единственное невредимое здание – зимний сад. Дождём разбивало стёкла на ходу, то есть только освобождали одну часть растений, тут же падали три стекла одновременно. Люди одевали каски на голову, потому что продолжать смотреть на это невозможно было. Все растения были в осколках, убирали осколки из горшков, с растений. Больше всего пострадал суккулентный, лимонарий, калый, розарий, хризантемник очень пострадал сильно. Причём вот утром в 8 часов я пришла, там было всего 11 стёкол разбитых, пока я дошла до следующей теплицы. Массово полетели, посыпались. То есть мы уже записали, что там 11, да, и вдруг кричат, ой, ну оно и слышно, что сыпятся стёкла. Заходим, они прям массово падают, падают, падают. Больше всего пострадали теплолюбивые экзотические растения. С понижением температуры даже на несколько градусов они и вовсе могут погибнуть, говорят специалисты. В зоне особого риска монстеры, драцены, а также бегонии. Последние уже начинают пропадать. Если оно всё время нарастало, было насыщенное, малейшей температурой всё, блеклось, на следующий день оно ещё хуже выглядит. И так с каждым днём всё листочки доходят до того, что потом просто отгнивают, вываливаются части побегов. Сейчас все пострадавшие растения перенесли в специальную фондовую теплицу. Там, по словам специалистов, им практически ничего не угрожает. Для того, чтобы обеспечить температуру максимально приближённую к тропическому и субтропическому климату, помещение отапливают буржуйками. Однако зимой, даже если теплицы восстановят, это вряд ли поможет. Если только есть какая-то проблема, мы тут же ж буржуйки затапливаем, заготавливаем летом ещё дрова. Но в этом году, я боюсь, если будет такая проблема и дальше, и мы не сможем отапливать как положено, придётся принять такое решение, что подарить людям все растения, которые находятся в теплице, дабы люди сохранили. Кроме теплиц, также пострадали и многолетние деревья ботанического сада. Клён и ясень упали на линию электропередач. Из-за этого в течение двух суток ботанический сад был полностью обесточен. Правда, во время съёмок репортажа это благо цивилизации всё же появилось. Впрочем, сотрудники ботанического сада уверены, последствия стихии будут ликвидировать ещё в течение как минимум недели.